Ребята, по многочисленным просьбам, совершенно специально, я приехал в город Тампа. Это примерно 250 километров от славного города Нейплс, но тем не менее, все Тара Флорида. И мы с вами сейчас находимся на площадке для траков. Вот они, траки стоят. И мы сейчас с вами сделаем обзорчик одного трака и, в общем, его, по идее, купим. В общем, вот такая история, все расскажу, все покажу, все покажу, что смогу. Наконец-таки я смог для вас это сделать. Ну, тут спецтехника, в общем, цены на нее на все нету, но где смогу, что смогу, покажу. Ребят, вот такая вот площадка, здесь есть все, есть вот бетономешалки, есть вот такие супердьюти, есть вот такие вот грузовые. Короче, есть все, но мы с вами приехали за траком, сейчас я прям возьму. Давайте сначала я пройду, покажу, что здесь есть. Смотрите, вот это вот для подачи раствора на высоту машины. То есть это все продается, здесь все, что вы видите, это спецтехника на продажу. Она в основном бэушная, но есть даже вот такие маки, например, новые. В общем, вот такая вот история. Поэтому повезло мне с тем, чтобы попасть сюда. И повезло, самое главное, что я вам покажу трак и сообщу на него цену. Он, правда, уже, получается, куплен, но такой вот сейчас синенький, сейчас все, все будем смотреть. Вот это новые машины стоят. Вообще сейчас большая напряженка с траками, сразу могу сказать, с машинами, потому что капец, в общем. Машины взлетели в цене. Я сейчас про траки, не только такие, которые я вам показываю, но и взлетели в цене. И, в общем, капец, какие цены. И еще, в общем, на некоторые до года очередь вот такая вот ситуация. Поэтому, к сожалению, вот это все новое стоит. А вот это все бэушное стоит. И видите, тут, в общем, всего-всего навалом. Вот тоже там еще бетономешалки стоят, видите. В общем, вот такие вот истории. Давайте посмотрим вот такую вот машинку новая. Да, я сейчас попасть не смогу, к сожалению. Как бы, смотрите, какая красотень. Ну, трак-драйверы сейчас, наверное, скажут, что это фигня. Я не знаю, может быть, это и хорошо. Я ничего об этом траке не знаю. Я смогу только показать то, что смогу показать. Но, в целом, блин, просто оптимус прайм нереальный. Блин, он вообще весь блестящий. Вообще просто. Я вам даже передать не могу. Никогда таких блестящих грузовиков не видел. Реально прям оптимус прайм. Ну, сейчас со спецами мы поговорим. И еще у меня тут есть специалист под рукой. Не хочет вам показываться, но... Но мне расскажет. Смотрите, какие подбрызговики хромированные. Такие эти. Вообще, капец. Трак-центр. Вот мы к ним приехали на экстренд. А здесь это, видимо... Смотрите, это солидово все смазано. Видимо, чтобы не ржавело. Капец. Вот так вот стоят здесь траки. Бриджстоун резина. Единственное, что из этого я знаю. Я вообще не разбираюсь в траках. Поэтому сразу заранее извините. Кто большие спецы, я знаю, что раз уж я такой ролик записываю, по-любому парочка да найдется. Поэтому мое дело показать и рассказать. Но я постараюсь это сделать максимально. Максимально подробно, насколько я это смогу сделать. Ребят, ну вот то ли этот, то ли такой же. В общем, мы Peterbilt будем смотреть с вами. Кто не знает, ребят, это тоже американская компания. Вот такой вот красавчик. По-моему, это вот его мы сейчас будем с вами осматривать. Сейчас я жду, когда мне принесут ключи и покажут. И собственник новый мне уже расскажет о нем. А так, в общем, вот такая вот эта машинка. Я вам пока внешне ее покажу. Давайте посмотрим вместе. Что да как. 18-й год. Если не ошибаюсь, пробег, по-моему, порядка 300 тысяч. Ребята, в общем, не пугайтесь. Потому что мне сказали, что можно тут траки купить за 700 тысяч пробег. И миллионные пробеги. Короче говоря. В общем, это по большому счету не проблема. Важно, что трак должен быть просто в хорошем состоянии. Ну, я опять не спец. Буду вам, все, что я буду говорить, это будет просто информация такая. Так, ну что, ребята, честно, никогда я не ездил на вот этой штуковине. Мы с вами, конечно, двигатели потом, по-моему, что-то сказали. Порядка 450 лошадиных сил, что ли. Ну, сейчас более подробно я постараюсь вам все показать. И мы с вами залезем. И внутри посмотрим, кому, кто ни разу не видел, будет интересно. Смотрите, даже на педалях, Питер Билд, как выглядит американский трак с пробегом в 347 тысяч. О, двигло нам открыли. Ну, давайте, ладно, сначала посмотрим на двигло, а потом залезем в кабину. И покажу там все устройство, в общем, все полностью. Сейчас мы с вами тут все изучим. Думаю, многим-многим будет интересно. Так, вот он, двигатель. Откинули нам крышку. Капец, все такое большое. Жесть. Не вставать, не тянуть. Смотрите, вот эта вот огромная крышка. В общем, она стоит здесь на пневматике. И она достаточно легко ее можно открыть. Просто вручную. И, в общем, никаких проблем тоже с этим нет. И залезть здесь, полазить и посмотреть, что нужно. Так, ребята, вот он щуп. Отсюда достается масло. Вот. Вот это вот у нас топливный фильтр. Масло черное, капец. Видимо, наверное, под замену, я думаю. Ну, вот, в общем, здесь вроде все более или менее живо. Вот здесь вот у него тоже какие-то данные есть. Ну, ребят, в принципе, все тоже, как в обыкновенном автомобиле, только все намного больше. То есть, вот он радиатор, соответственно. Охлаждение бачок. Омывайка. Короче говоря, все как положено. Сейчас мы, наверное, его попробуем завести. Ну-ка. Ну, вот так вот он легко, в принципе, завелся. Давайте с той стороны вам покажу. Посмотрите, у него охлаждающая жидкость. Просто вообще бачок огромный. И его всего видно. Никогда не видел, что-то так. Капец. В общем, все как на обыкновенном автомобиле. Да, вот провода к парам идут, минимум, да. В общем, вот такая вот история. Ну, давайте мы сейчас все посмотрим еще внутри, как устроено. Я спрошу, где какие кнопочки, потому что нифига в этом не шарю прям совсем. Камеры, смотрите, стоят, видите? То есть, у него на зеркалах камеры боковые. Наверное, здесь еще какие-нибудь. Ну-ка сейчас посмотрим. Нет, здесь не вижу никаких. Вот зеркала здесь есть. Зеркало вот такое. Ребят, давайте вот начнем с задней части. Вот это вот наверху и внизу. Это внизу полутораспальная практически кровать. Сейчас мы с вами посмотрим. Смотрите, здесь вот внизу еще есть отсек. Такой дополнительный для всякого, короче говоря, багажа. Вон инвертор. А? Инвертор. Инвертор? Да, подними кровать. Так. Подвиж. Коробка. Ага. Там как раз преобразовывает. 12 кольц. А, ну то есть, вот это вот, вот этот блок, это инвертор, это как раз то, чтобы было как дома. Здесь оно 110, короче говоря, преобразовывает. Соответственно, все, storage. Здесь у нас с вами кровать, практически полуторка. И наверху еще одна кровать. Еще она дополнительная, вот так, наверное, да, делается. Ага, вот так вот дополнительное спальное место. Еще вот раскладывается матрас. Тут какие-то еще приблуды. Есть здесь светильник, свет потолочный, дефлектора. Короче, все есть. Есть вот такая ручка, чтобы подниматься вот сюда, вот упор. Можно встать. Он вот такой начищенный, знаете, тут прям пипец. Это у нас с вами, офигеть. Это, я так понимаю, управление климат-контролем. Это таймер. По всей видимости, это, да, это радио. Стекла вот эта, я не знаю пока. Сейчас спросим, что такое. Тумбочка вот здесь. Это все розетки для зарядки, для всего это. Это, я так понимаю, ящик один и холодильник. Вот это, наверное, не любишь. А, вот холодильник. Видите? Это сторожи для хранилища, крючочек, зеркало. Это еще один сторожи для шмоток. Короче, вот так. Видите, вот здесь розетки обыкновенные. Здесь еще одна полка. Шторка закрывается. Ну, сейчас посмотрим все. Дальше посмотрим. Ребят, ну, в общем, здесь есть вот такая штука, как мне объяснился. В общем, типа пылесоса, пыль выдувать и прочее. Но, поскольку все это дело сделано здесь на лакоме, то, соответственно, и сиденье здесь. Они, сейчас я вам попробую показать. Они, в общем, вот так вот вы сидите, видите, и они под вами. Ну, не знаю, вот так вот видно будет. То есть, они, короче говоря, ходят, чтобы ваша спина не уставала. И если вы хотите поднять, сделать что-то, как бы, там, повыше, пониже. То, вот так вот, соответственно, там все это на пневматике вы можете опустить. Выше, ниже, как угодно. В общем, это капец. Это все сделано на полностью пневматике. Ну, извините, кто профи я, вы, наверное, знаете. Вот такая вот коробка передач здесь. Вот такая вот, в принципе, классика. Здесь у водителя вот такие вот еще настройки есть всевозможные. Вот, то есть, можно все это пневматически. Вот, я не знаю, как. Вот здесь вот выдувается. Так, и... А, ну и надувается спинка. Это все, все, как вы видите, шипит, пыхтит. Вот так вот выглядит приборная панель. Горит пока чек-энжи, в общем, еще пока не разобрались. Я показал пробег. Так, значит, здесь вот такой вот руль. Никакого управления на руле я тут отрадясь нет. Ключ вот отсюда. Куча всевозможных подсветок. Сзади на прицеп и так далее. Здесь у нас с вами электрорегулировка зеркал. Подогрев, я так понимаю, зеркал. Ну, открытие-закрытие, все. Ну, естественно, электростеклоподъемники тоже это естественно. Мне кажется, уже в каждом КАМАЗе есть. Не знаю, не уверен, не могу ничего сказать. Так, здесь еще какая-то приблуда. Пока не понял, что это. Это явно ручка. Вот это вот не знаю. Пока не буду брать, не знаю. Куча полочек вот здесь вот поверху. А, вот еще, смотрите, есть такой фонарик, как в самолете. Который можно вот так вот направить себе как угодно, там куда угодно. Отдельно он включается. Очень тоже прикольная такая штука. Так, стоит старая стереосистема, еще с дисками. В общем, это, наверное, надо будет обновить. Вот такая вот система кондиционирования. Не климат-контроль, просто выставляется кондиционер. Сейчас, кстати, сижу достаточно прохладно. Тут было очень жарко. Ну, и коробка, как на обыкновенном автомобиле. Сейчас почему-то стоит нейтраль, правда, я не знаю, почему. Наверное, так надо. На тормозах стоит, все понятно. Так, и здесь, смотрите, здесь, а вот я не знаю, есть ли здесь у нас адаптивный круиз-контроль. Это мы сейчас спросим. Not for parking. Потому что обыкновенно на траке еще стоит адаптивный круиз-контроль с удержанием полосы и так далее. В общем, так, как я вам показываю на машинах. Но я сейчас все спрошу и вам обязательно расскажу. Так, это, я так понимаю, подключение передвижения осей. Вот видите, то есть, когда вы там, вам нужно запарковаться. То есть, тракисты знают, там, в общем, это все у нас управление прицепным и осями для прицепа. Вот такая вот фишка. Сиденья, конечно, я не могу сказать, что они супер-пупер удобные, но да. То есть, оно, посмотрите, какие ручки. Все это очень мягкое. Здесь написано Peterbilt. Тоже. В общем, ну, вы знаете, сидеть на них, как на диване. Единственное, нет абсолютно никакой боковой поддержки. Прям от слова вообще. Но вот это, пожалуй, единственный момент, который, я не знаю. Ну, с другой стороны, вы же там и в повороты на виражах не входите. То есть, наверное, нет. Не знаю, напишите, кто шарит в этом. Здесь так налили и начистили пол, что, в общем, честно говоря, очень-очень скользко ходить. Можно прям, как это я, не знаю, как это по-русски, короче, шлепнуться. Вот, давайте так скажем. Так, ну, вот это сиденье, вообще, так, по-честному говоря, оно не очень удобное. Не знаю, тут, может быть, конечно, как-то оно регулируется, но, по мне, так. Так, это вот спинка. У меня тут сиденье, как бы неудобно, оно туда прям вниз как-то сиденье, в общем, странно. Короче, вот такая вот история, вот такая вот игрушка. Я вам, как бы, записал, пробег показал и сообщу цену. В общем, цена, бумажку, к сожалению, убрали. Цена у этого трака сейчас, с этим пробегом, 107 тысяч долларов. 100, ребята, 7, да, я не ошибся. То есть раньше можно было практически новый взять за эти деньги, а сейчас, к сожалению, большому новый взять уже нельзя. И вот бэушный сейчас можно купить вот такой за 107 тысяч. Ну, кто вдруг занимается или собирается заниматься траковым бизнесом, я вам объясню, для чего здесь нужно две кровати. Потому что, когда едут два водителя Тимом и, соответственно, то есть командой, да, то там могут спать оба. Когда вы ожидаете груз или какая-то заминка произошла в дороге, то есть вот такое вот, там, видите, даже окошко есть. В общем, все, все, что нужно для полноценной жизни. А, в свою очередь, телевизор вам заменяет ваш, там, телефон или iPad, то есть если он вам как бы нужно. Смотрите, вот ручка удобна, вот ручка удобна. То есть и так, и так, короче, удобно, здорово. Ну, вот это сиденье только неудобное. Возможно, что я просто его не знаю сейчас, как настроить. Оно, видите, оно немножко так, ну, под наклоном сюда. Наверное, а, ну да, это просто я тундук. Я как бы не знаю, как настраивать. А так вообще оно, конечно же, настраиваться. Ну, вот такая история. Но реально оно прям вот так вот, как бы, на пневматистичках на подушке, чтобы спина, как вам не объяснил, продавец, не болела. Вот такая история. Кто, ребята, профи, пишите, какие нюансы с этим траком. Я поделюсь со своим товарищем, кто уже эксплуатировал. Я думаю, многим будет полезно, многим будет понятно, что смотреть, как смотреть. Потому что, по большому счету, какая эксплуатация, какие нюансы, на что стоит обратить внимание. Рассказывайте, пишите, делитесь опытом. Я думаю, что в комментах многие почитают. Я понимаю, что этот выпуск не для общего пользования, это вам не Toyota показывать. Но вы просили коммерческий транспорт. Так получилось, что я случайно вам его нашел и показал. Ну вот, 108 тысяч долларов. Вот такая игрушка. Ну что, ребята, Volvo еще я вам покажу. Вот менеджер Дэвид мне еще оставил Volvo здесь показать. Давайте я вам покажу внешне и, естественно, сообщу по цене. Опять-таки говорю, что сейчас не так-то просто найти. Ну вот это вот Volvo 18-го года. Пробег, честно говоря, ребята, конский, конечно, но я сейчас вот так вот прям вам засниму. Все покажу и внутри тоже. Ну, давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Здесь не вижу, правда, никаких камер дополнительных. Огнетушитель внутри. В общем, давайте заберемся, посмотрим, как выглядит Volvo 18-го года. Так, ну вот такая вот панель приборов. Я сам первый раз вижу. Поэтому не сердитесь, пожалуйста, профи. Сразу говорю. Руль. Ну, здесь есть какие-то кнопочки управления медиасистемой явно. Фары. Вот здесь вот так вот управляется прицепное. И я так понимаю, что вот здесь, наверное, да, коробка. Я не вижу коробки передач. А, вот она. Вот она, ребята. Ничего себе. Это реально, да? Да, это реально. Они прям кнопочки чуть-чуть нажимаются. В общем, такого я не видел никогда. Тоже здесь, я так понимаю, вот эти вот кресла, они электрические, пневматические. Но он сейчас не заведен, поэтому, соответственно, нифига не работает. Здесь у нас вот такая вот кровать одна. Кровать сверху другая. Здесь, видите, даже крепление под телевизор есть. То есть его можно развернуть. Очень жарко в траке, ребята. Так, здесь вот полочки, полочки. Там небольшое окошко. Еще одно окошко. Колонки. Лампа. И здесь ящик холодильника нет. Ну, как бы тоже ничего такого особенного здесь я не вижу. Ну, это вот это. Так, здесь тоже у нас управление музыкой. Ну, и, по всей видимости, холодное, горячее. Это кондиционер и печка. Вот таймер. Это, наверное, открывается. Не знаю, как. Так. Ну, все. Так. В общем, ребят, все вам показал. Полочки, ящички. Все, что смог. Все, что нашел. Ну, давайте еще один вам трак покажу. Здесь сейчас, конечно же, цена и пробег. Так. Ребят, в общем, вот вам педалька эта опускается. Руль сюда. Это вот снимается для доступа к батареи аккумуляторной. Ну, и самое главное, вам реальные цены. 50. 516 тысяч пробега. 94.950. Вот вам данные на этот автомобиль. Ну, что, еще один автомобиль давайте покажу для чистоты эксперимента. Чтобы вы все знали. Чтобы все... Вся у вас информация. Все как обычно. Я стараюсь максимально для вас. У меня даже занесло ваше такое место. Ребят, ну и замечательная красная Вольво. Новая резина стоит. Я все время вам объясняю, что я в траках. Ну, прям вону вообще никак. Так, поэтому мое дело вам показать. А вы уже посмотрели. Раз уж я получил сегодня доступ на эту замечательную площадку. Вон, смотрите. Семнадцатого года стоит сколько Вольво. Так. Что здесь у нас? У нас здесь тоже вот такая вот большая двухъярусная кабина. Ну, и сейчас внутри тоже посмотрим. У меня есть... Буквально мне дали 10 минут. Закрывается уже. Так, для профи показываю сзади, что здесь есть. Вам, наверное, будет понятно. Мне нифига непонятно. Но мое дело показать. Давайте заглянем вовнутрь. У-ху. Так. Здесь, я так понимаю, все те же. Оно же. Так, какой год сейчас тоже покажу, ребят. Значит, здесь все то же самое. Да, наверху, видите, кровать откидывается, как в поезде. Окна. Кровать снизу в сторидже. Холодильника нет. Но он доставляется, на самом деле. Никаких проблем тоже с ним нет. Насколько я знаю, что доставить его можно. Тоже крепление под телек сразу есть. Не знаю, правда, куда вставляется холодильник. Но куда-то он явно, наверное, вставляется. И здесь у нас все то же самое. Кстати, у этих машин нет адаптивного, активного круиз-контроля. В общем, у них есть только антиколлежен систем. Но вот такого, как бы, как на машинах, то есть на этой конкретно машине нет. Вот такая вот коробка передач. Понимаете, да? Ну, все как бы по минимуму. Мне кажется, я не знаю, я не спец, но мне кажется, это прям минимум-минимум. То есть нет ни климат-системы, нет ничего такого. Есть вот только вот такие вот переключатели. И на руле. Короче, капец. Немножко машинка уставшая. Видно, что ее поюзали. Ну и давайте глянем, самое главное, цена. Цена, пробег. Все сейчас покажу вам на эту Вольво. Так, ну и давайте глянем. Сразу покажу вам тоже. Цена, пробег. Фига себе, дорвался. 358 тысяч здесь пробег. Миль, естественно, миль, ребят. 18-й год, Вольво 670 и 100, 950. В общем, вот такая вот цена. Ну и еще один трак. В общем, это другой трак. Сразу говорю, это не тот, который мы с вами снимали, но ровно такой же Петербилд. У него, смотрите, здесь тоже стоят камеры. Ну давайте по опциям посмотрим, что там и как. Мне кажется, состояние вот этих двух Петербилдов намного получше, чем у Вольво. Да, это факт. При этом, смотрите, это сидение кожаное, а то сидение тканевое. Здесь, видите, разница в кабине. То есть здесь нет второй полки для того, чтобы спать. Есть только одна полка. У него 340 тысяч миль пробег. Не удивляйтесь. Да, это немало, но, в общем, это нормально. Опции все, в принципе, те же самые. Заточенем полки. Вот такая вот коробка. То есть это все то же самое. Ну и давайте я вам покажу, как всегда. Цена все как есть, все по-настоящему, все с полей. Ну вот, смотрите, 2018 год, модель 579, 342 тысячи пробег и 108, 103, прости, 103 тысячи 950. В общем, вот такая вот история. Но на него, я так понимаю, включена гарантия 1 год или 100 тысяч пробега. И что-то еще, короче говоря. В общем, надо это дело еще будет узнавать. Кому надо, компания я вам показал логотип. Вот так вот выглядит в интернет. И ищите, смотрите. В общем, ребята, я постарался максимально вам, максимально подробно, насколько я это могу заснять. Постольку, поскольку иногда ребята меня просят заехать куда-нибудь в город и посмотреть какую-то технику машины для них показать. То есть они знают, что это за техника, но надо вживую, чтобы самому не лететь, это не делать, не тратить время. Можно, в принципе, вот так вот иногда попросить. А я вам это могу сделать. Ну, сколько стоит, будем отдельно договариваться. В общем, вот такая вот история. Мне кажется, вам это все дело будет полезно. Так. Ну и, коль уж я нашел еще одну машину к вам, это у нас что такое, давайте посмотрим. А вот так вот это. Freightliner. Шестнадцатый год. И короткая кабина, никакого вообще, даже близко здесь нету спального места. Сзади выглядит все это дело вот так. Не знаю, что тут, где, к чему относятся, что, зачем. Но кабина, давайте посмотрим. Шестнадцатый год. Ну, тут все немножечко постарше. Ничего, естественно, нету. Есть вот такие полочки. Ну, я имею в виду, что по кабине. Сзади только вот так вот все. Вот такая коробка передач. Как ей пользоваться, я думаю, профи знают. Насколько это интересно, другим я не знаю. Здесь, видите, есть мультируль на минуточку. Такая вот интересная машинка. И сколько она стоит, сейчас мы тоже с вами посмотрим. Регулировка сиденька, конечно, капец. Столько много. Я понимаю, что еще больше бывает, но, тем не менее, до шестнадцатого года. И смотрите, эта машина стоит четырнадцатый год, пробег четыреста шестьдесят две тысячи, пятьсот лошадиных сил написано, и шестьдесят три девятьсот пятьдесят. Вот вам цена на коммерческий транспорт. Сейчас то, что есть новые траки, по слухам ждать год в заказе. Все, пока-пока, вы имеете право об этом знать, постарался для вас. Пишите, что вы думаете на этот счет, все как есть. Пишите, что вы думаете на этот счет, все как есть.